Городской фестиваль лыжного спорта собрал в этом году 504 участника. Хотя планировалось, что их количество приблизится к тысяче. Но холода в ночь накануне соревнований заставили часть спортсменов остаться дома. Тем не менее, это не помешало самому фестивалю пройти в штатном режиме. Сегодня у нас проходит городской фестиваль лыжного спорта. Проводит Акимат города Кустанай, отдел спорта. Участвуют школьники, очень много средних учебных учреждений, высших учебных учреждений. Трудовые коллективы будут стоять после всех учебных учреждений по полному финишу. Во все финиши будут все желающие и трудовые коллективы. Участники преодолевали дистанцию в 3 километра. Чтобы они скорее согрелись после гонки, на финише им раздавали гематоген. А чуть дальше ждали горячий чай и пирожки от депутатов молодежного маслехата. Сегодня было приятно увидеть, что именно маленькие детки, знаете, ну совсем маленькие такие. Видно, что они еще начальное звено и уже прививают к спорту отношения. Преодолев финишную черту, лыжники лежат на снегу без сил. А ведь это далеко не Олимпиада, просто городской фестиваль лыжного спорта, где большинство участников – любители. Но за крепкий характер их смело можно назвать профессионалами. Бежалось очень хорошо. На Тоболе было слишком холодно и сильный ветер. Только что добежал и не могу говорить. Артем Завялов вместе с остальными победителями фестиваля должен стать участником областных соревнований. Они состоятся в начале марта. Вместе с ним за право представлять свой город боролись лыжники самых разных возрастов – от школьников до пенсионеров. И у каждого из них свои эмоции от фестиваля. Я лыжами занимаюсь шести лет. Меня научил на лыжах кататься папа. Мне нравится лыжный спорт, потому что это очень для здоровья полезно. Первый раз, когда я сюда пришла, у меня было все по-новому. Столько людей, столько глаз, которые на тебя смотрят. И впечатление очень взбудораживает. И это очень даже интересно. Хоть и не первый опыт, но все же интересно. Городской фестиваль лыжного спорта закончился победой для команд многих учреждений. Одними из триумфаторов можно назвать среднюю школу номер 23. Ее участницы заняли весь пьедестал почета среди девушек-школьниц. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН.